Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматкова. Сегодня у нас в гостях Фёдор Харитонов, руководитель Леденцовского молодёжного центра. Здравствуй, Фёдор! Здравствуйте! Совсем недавно была отправлена машина с гуманитарной помощью жителям Иркутской области. Все мы знаем, что в конце июня произошло подтопление, и тысячи домов просто ушли под воду. Конечно же, люди остались безо всего. Была задача спасти людей, наверное, это была задача номер один. Конечно же, вся страна откликнулась на призыв о помощи, но мне кажется, он был просто в сердце у каждого. Не исключение Подмосковья, не исключение Одинцовский городской округ. Ведь вы одни из первых разместили у себя объявление, собственно, занимались сбором гуманитарной помощи. Как всё проходило? Нам приезжали и подростки, школьники, студенты, и люди уже пожилого возраста приносили вещи. Начали мы собирать, в принципе, по инициативе активистов из управления образования и наших волонтёров, потому что мы видели действительно эти страшные кадры. Нас консультировала общественная палата Московской области. То есть они нам давали инструкции, как что делать, как всё собирать, какие вещи нужны. То есть у них прямая связь была как раз с тем регионом. И, соответственно, мы эти все объявления дали. Информация очень быстро разошлась по социальным сетям, по чатам, по родительским чатам в школах. И буквально со следующего дня люди начали приносить. Мы их спрашивали, кто-то узнал. Очень много узнал из телевидения, поэтому вам тоже спасибо большое за помощь. Мы, кстати, я хочу сказать, что коллектив редакции и вообще телекомпания Одинцова тоже одни из первых включились в эту акцию, в эту работу. Конечно же, не могли мы оставаться в стороне. Да, очень здорово. И вот когда сюжеты тоже делали, это дальше ещё способствовало. К нам очень много людей приходило. Что говорили люди, когда приносили? Наверняка не просто человек отдавал пакет или коробку. Наверняка была беседа, был диалог. Ну да, все делились впечатлениями. Но основной посыл был, конечно, что нужно помочь людям, пострадавшим при затоплениях. То есть все хотели как-то поучаствовать в этом процессе, что-то помочь, потому что искренне. То есть видно было, что люди готовы были последнюю рубашку отдать себя, некоторые, и управляли. Ну, Федь, я хочу даже сказать, перебью тебя, даже твоя дочь помогала сортировать гуманитарную помощь, несмотря на то, что ей всего лишь три года. Она, в общем-то, с супругой была вместе с вами в первых рядах главным волонтёром. Действительно, да. Ну и, кстати, помимо того, что мы все вместе, большое количество волонтёров из различных организаций общественных нам помогало. Тоже на спасибо большое, потому что принять помощь, отсортировать, потом составить опись этих вещей – это тоже очень кропотливое занятие. И там ребята по 12, по 14 часов иногда в день всё это сортировали. Ну, нужно сказать, что это всё на общественных началах. Да, на общественных началах, конечно. С чистой воды волонтёрства. Сколько удалось собрать гуманитарной помощи и что в основном? Мы подсчитали, получилось 700 килограмм у нас где-то. То есть, это где-то 75 коробок, если я не ошибаюсь. Потому что мы уже в конце, буквально когда уже грузили, мы уже всё равно доупаковывали вещи какие-то. И получил, да, где-то 75 коробок. Основное – это детские вещи, потому что они в очень хорошем состоянии. То есть, там приносили родители, да, которые, говорят, мы уже выросли, а вещи там, может быть, месяц ребёнок поносил. И они действительно как новые. Ну, самое основное – это женская одежда. Очень много женской одежды. Это хорошо. Обувь тоже приносили. И различные канцелярские товары к школе. То есть, приносили фломастеры, тоже передавали. Да, да. Ну, вот, потому что дети пойдут в школу 1 сентября. Ну, просто скоро учебный год. И, конечно же, самое основное – это собрать ребёнка. Да, рюкзаки, карандаши, фломастеры. Тоже несколько больших коробок собрали. Если говорить про муниципалитеты, все ли включились в эту работу, потому что, я так понимаю, помощь целенаправленная, да, и уже выехали машины из Подмосковья, и, собственно, они едут в Иркутск. Да. Практически, по-моему, все муниципалитеты, там, различные организации тоже собирали у себя различные активисты. То есть, молодежь собирала, там, я знаю, молодая гвардия собирала, потом просто какие-то неравнодушные активисты у себя на местах. И, да, потом все это целенаправленно, вот мы со всей области все это было собрано в Истре, там, ну, как бы в перегрузочный пункт. И потом это уже все в большие фуры грузилось, и выиграло уже в Иркутск. Фуру это МЧС предоставляло. Ну, я так понимаю, что они еще находятся в пути? Да, неделю, мы сказали, вот как раз, по-моему, дня три или четыре они уже в пути. Очень ведь важно, наверное, для тех людей, которые отдают и приносят что-то, если это идет речь про гуманитарную помощь, чтобы она была, дошла до конечного, так скажем, человека, кому она адресована. Ну, действительно, там несколько, ну, женщин, которые приносили, говорят, она точно дойдет. То есть, они сильно переживали, действительно ли дойдет, потому что по телевизору, по центральным каналам, наверное, президент говорил, что некоторая помощь, она не доезжала, грубо говоря. Вот, губернатор это объяснял тем, что там просто такая ситуация, допустим, склад привезли, гуманитарную помощь, она следующий день его затопила. И, естественно, вся эта гуманитарная помощь, она тоже могла уплыть куда-то. И то, что эти коробки плавают в реках, это не значит, что ее выбросили туда, просто настолько сильное наводнение. Будем надеяться, что наши машины не уплыли. Я надеюсь, что там сделали выводы все, что склад надо какой-то подальше от воды. И что вся наша помощь, которую мы собрали, весь месячный труд и помощь людей, она все дойдет до своего адресатора. То есть, впервые ли Одинцовский молодежный центр поддерживает такие инициативы, участвует непосредственно в сборе гуманитарной помощи, в благотворительности? Мы постоянно стараемся участвовать в благотворительности, это и мероприятия, помогаем волонтерам или еще каким-то образом. Может быть, покупаем какие-то детские подарки для детей. У нас был опыт сбора помощи на Донбасс. То есть, когда действия вот эти все были, там, и как общественная организация «Победа жизни», по-моему, мы даже на фестивале все собирали. По-моему, это был 15-16 годы. Так что у нас опыт есть. Если понадобится еще что-то, то, конечно, мы с данного все организуем. Если говорить, вот за эти годы возросла ли активность молодежи и сопричастность, вообще сопереживание, вот события, постоянно где-то что-то происходит? Да. Вот именно среди молодежи. Так, если по количеству людей, конечно, растет. За счет социальных сетей, то есть, информация очень быстро доходит до молодежи, и многие откликаются. Но тут важно организовать. То есть, если вот есть помещение, допустим, если есть возможность выстроить работу с волонтерами, с молодежью, пригласить их туда, показать, как работать, то отклик очень большой. Конечно, если нет никаких условий, негде принять помощь, негде сортировать. Ну, кстати, про условия у вас все это было. Да. Слава богу, у нас есть помещение теперь. Мы можем волонтеров туда приглашать, проводить с ними работу. Да не только волонтеры, просто с молодежью работать непосредственно. В этом году мы будем делать небольшой ремонт косметический, организуем там молодежный медиа-центр, значит, центр по подготовке киберспортсменов, центр для проведения семинаров каких-то обучающих для волонтеров. То есть, будем так выстраивать систему на работу. Постепенно все реализуется. Да. Те идеи, которые были еще несколько лет назад, вот как раз они сейчас подходят. Да, сейчас как раз мы приступаем непосредственно к реализации. А когда примерно открытие планируете? Мы надеемся до конца года все сделать. То есть, все уже будет запущено и непосредственно в работе находиться. Если говорить про волонтерское движение из ближайших акций, что в плане? И вообще, где вы участвуете? Кому вы помогаете? Ну, если мы сейчас отставим в сторону Иркутска, гуманитарную помощь. А вот непосредственно такая плановая работа с волонтером? В пользу случаем хотелось бы пригласить как раз в субботу у нас будет мероприятие. Мы тоже принимаем в нем участие, организуем площадку по воркауту, проведем там турнир по подтягиванию, по отжиманию. Так что приглашаем всех. Как раз тоже наши волонтеры все организуют. Завершился прием заявок на премию губернатора нашей Подмосковья. Я знаю, что в этом году вы подали рекордное количество проектов. Какое число? Непосредственно от ОМЦ поданных проектов. Да, 35 проектов мы подали в этом году. Направленность этих работ? Направленность вообще по всем. Но все-таки, вот ты как считаешь, у каких проектов есть шансы побороться за главный приз? Я думаю, что это патриотическое воспитание, экология, здоровый образ жизни. Такие три направления основные. Вот твое отношение к премии. Насколько она нужна, насколько она важна? Вот уже шестой год проходит премия в регионе. Мы каждый год участвуем, каждый год побеждаем. Для нас оно очень важно. Потому что это большое подспорье для проектов. То есть мы даже небольшие какие-то суммы можем направить на дальнейшее развитие этих проектов. Но если, конечно, какие-то в прошлые годы мы занимали вторые места, третье место, там уже существенно идет добавка к тем бюджетам, которые мы закладываем на будущий год на проекты. Как ты считаешь, у какого проекта все-таки есть шансы? Мы очень хотим, чтобы победил наш проект Одинцовский молодежный завод. И очень хотим, чтобы наша разработка, брошюра «Прививка» выиграла, которую моя супруга разработала. И хотелось бы победы жизни, чтобы тоже очередную победу одержала. Спасибо тебе большое. Спасибо. Желаем вам только победы. И спасибо, что вы не остаетесь в стороне, не остаетесь равнодушными к бедам людей, которые живут в нашей большой стране. Иногда они тоже нуждаются в помощи. Спасибо вам большое за помощь тоже. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok